Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Сечихин. Константин, добрый день. Добрый день. Ну что, по городским проблемам пройдёмся мы с вами. Состоялись торги по отбору подрядчиков в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», я цитирую по сайту администрации города Кирова, потому что много было претензий у администрации к СМИ, что исказили количество участков дорог, количество сэкономленных средств и прочее. Поэтому я обращаюсь к сайту администрации. Это я цитирую Вячеслава Николаевича Симакова, который всё ещё исполняет обязанности руководителя отдела благоустройства, несмотря на то, что уже утверждён замом главы города по Первомайскому району. Так вот, он говорит, что по итогам аукциона определённо 9 подрядчиков, которые займутся работами по ремонту уличной дорожной сети областного центра. Ещё раз, всего запланировано 55 участков, и экономия по итогам торгов составила 100 миллионов 702 тысячи рублей. Во-первых, мне интересно, как вы оцениваете результаты торгов с точки зрения определённых подрядчиков, напоминаю, их 9, которые займутся этим самым ремонтом. Что они из себя представляют? Ну, на сегодняшний день мы с вами пока официально не знаем, кто они, кто они, да? Почему? Потому что только 10 мая будут подписаны с ними контракты, и после 10 мая мы с вами официально, я говорю, официально можем заявлять о том, что кто они, как их зовут, и кто должен будет выполнять работы согласно контрактов. Но на данный момент со стороны рабочей группы, со стороны меня, как бы у нас есть уже какие-то... Рабочей группы по контролю за ремонтом дорог на базе общественной палаты. На базе общественной палаты. У нас сейчас на данный момент есть какие-то предположения, есть уже результаты какие-то. Кто выиграл торги. Мы примерно уже понимаем, что без участия ГДМС данная работа точно не будет проходить. Значит, ГДМС участвовала в торгах и какой-то из этих контрактов выиграла, если может быть не один и не два, а может быть три и четыре, да? Вот. Точно есть предположение, что в область зайдет иногородний подрядчик, кто именно сейчас пока еще неизвестно. На сколько контрактов? Ну, как минимум на два контракта. Точно известно, что один из контрактов выиграл Виат Автодор. Будет выполнять работы в городе Кирове. Ну, по остальным подрядчикам, которые там... Там же у нас, по сути, получается... Еще два-три остаются. Ну да, смотрите, у нас там три основных контракта, крупных контракта. Это по основному контракту, где было порядка 400 миллионов, там 426 миллионов рублей, где падение произошло на 70 миллионов, да? Это основное крупное падение. Практически вся эта экономия за счет одного контракта и получилась. Вот. И второй контракт на 380 миллионов, и один контракт на 90 миллионов. Ну, это основная такая сумма. А все остальные, это маленькие контракты, там по 16, по 8, по 10 миллионов рублей. Их раздробили среди небольших подрядчиков. Кто они? На данный момент есть вопросы. Кто они и как они будут выполнять работы. Посмотрим. Ну, вот что пишут в интернете, в комментариях. Люди пишут следующее. Сегодня торги были. Большую часть от миллиарда забрали московские компании прокладки с падением цены. В 17 процентов местные ребята, которые умеют делать дороги, забрали лотов всего на 140 миллионов. Где-то все-таки... В общем, как собрались варяги делать дороги с таким дисконтом? Вопрос. Ответ. Предположение кидок субподрядчика. Нет. Давайте так, как бы... Есть опасения такие у вас? Вот эти все предположения, как бы, многие говорят, там, тут, вот так. Официальной информации не было. Официально контракты не подписаны. Когда они будут 10 мая, будут подписаны официально. 12 мая мы проведем... У нас уже есть договоренность с дирекцией дорожного хозяйства. Мы проведем рабочую встречу с подрядчиками. Мы, это ваша группа. Это рабочая группа при общественном палате. Совместно с дирекцией дорожного хозяйства проведет рабочее совещание, куда позовут подрядчиков, куда позовут дирекцию дорожного хозяйства, как заказчика данных работ. Ну и будет общественность в лице нашей рабочей группы при общественном палате. Вот. И тогда мы глаза в глаза сможем увидеть тех людей, которые захотят прийти на эту рабочую встречу, тех подрядчиков, которые будут выполнять работы в городе. То есть это не обязательно этот переход на эту рабочую встречу? И порядка на 12 число, на 12 мая мы договорились, что постараемся собрать подрядчиков, те, кто захотят прийти, и, конечно, задать им те вопросы, которые нас интересуют. Ну так вот, кроме того, что вы посмотрите глаза в глаза друг другу, какие конкретно вопросы вы хотите им задать? Ну, во-первых, когда все-таки они приступят к работе, потому что с момента подписания контракта они должны приступить к работе. это именно после 10 мая, да, охота узнать, когда же все-таки приступят к работе, потому что, ну, я лично не верю, что они вот 10 мая сразу выгонят технику, и у нас здесь начнется интенсивное строительство, ремонт дорог. Почему? Потому что только одних согласований надо будет провести по объектам, там, не на один день, как минимум еще на полмесяца, да. А, это сейчас, прозвучит, это такой камешек был брошен в сторону администрации, которая сказала, что после 10 мая начнется массовый ремонт дорог в городе. Камешек, не камешек, но мы должны все реально представлять сроки согласования, сроки согласования с ГИБДД, перекрытие дорог, да, сроки согласования по поводу перекладки, может, сетей где-то там получится, полидневую канализацию, мы должны это реально понимать. Какой срок вы даете? Когда вы думаете, начнется массовый ремонт? Не раньше 20 мая. Не раньше 20-х чисел мая? Да, не раньше 20 мая, плюс погодные условия у нас, сами вы представляете, какие. Да все живем в Кировской области, у нас может быть месяц солнца светить, а может месяц дождь идти. Вот это интересно, что у нас здесь, во-первых, там, да, еще не объявлены итоги и не названы эти люди. Ну, то есть, вот, вроде выбрано 9 подрядчиков, но мы пока не знаем кто, да? Правильно я понимаю? Практически. Второе, подписаны будут договоры 10-го числа, третье, согласование, различные согласования с городом, с ГИБДД и прочее, еще дней 10, но ведь вот этот крупняк, который вы назвали по большим контрактам ГДМС, некая иногородняя компания, в интернете предполагают, что это московские все-таки подрядчики, и Вятадавтодор, они своими силами выполняют или через субподрядчиков эти работы? ГДМС, мы с вами убедились в том году, они своими силами выполняли все работы. ГДМС своими силами, у них техника есть, рабочие есть. Тоже техника есть, рабочие есть. Конечно, а вот кто придет иногородней и будет ли он выполнять работу, потому что... А иногородней на какой контракт? 340, 380, 190? Да, на данный момент неизвестно на какой контракт, да, просто суть в том, что при любом стечении обстоятельств 10 мая мы узнаем подписан ли с иногородним контракт либо не подписан может быть и второй пакет документов которые сейчас на данный момент проверяется может он с чем-то не сойдется с технического требованиями есть данный контракт просто с ним не подпишется да вот из этого мы решили что лучше 12 мая официально уже как говорится за имея при себе документы подписанные с подрядчиками дирекции дорожного хозяйства будут уже официально об этом говорить потому что сейчас с вами предполагать разводить какие-то слухи домыслы хорошо мы не будем но вопрос все таки если с гдмс вы уже понимаете как работать как их проверять как они работают вят автодор тоже вам достаточно понятие наизвестен вы понимаете как вы будете проверять работать почему вызывает опасение приход иногородней компании если я правильно вас поняла потому что непонятно с чем они зайдут с какой техникой подрядчикам или с подрядчиками да как будет организована работа это вызывает вопрос опасения не всегда есть потому что любая компания давайте там сразу посмотрим просто по и на 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 узнаем дату регистрации посмотрим опыт работы потом впоследствии да если мы поймем что эта организация например иногородняя либо еще какая-то местная которая имеет опыт работы понятно опасений будет меньше а если это опыта работы не будет если эта организация создана в январе семнадцатого года примерно да там либо еще что-либо какие-то моменты которые в рамках конкурсной документации отойти было нельзя ну нет таких как это противоречий в рамках основной деятельности организации да может она раньше только клубами занималась а сегодня решила дороги делать вопрос то в этом и охота как в глаза в глаза посмотреть этому директору этого предприятия и уточниться если у него есть тот штат сотрудников тот объем техники может он контракт выиграет а скажет да я на субподряд гдмс возьму никто же не запрещает правильно выбрать на субподряд какую-то местную организацию либо су-43 либо еще какую-то вят автодор этот же возьмет вот для этого мы решили 12 мая собрать данное мероприятие хорошо после 12 мая обсудим этот вопрос здесь в этой студии сейчас проверемся буквально на полминуты и снова в особом мнении константин сичихин его и представит программа предназначена для аудитории от 16 лет особое мнение на 101 фм продолжается программа особое мнение его сегодня представляет член регионального штаба общероссийского народного фронта константин сичихин и поскольку он же является руководителем рабочей группы при общественной палаты кировской области по контролю за ремонтом дорог мы дорогам традиционно уделяем достаточно много времени экономия в 100 миллионов рублей некоторые сми сообщили что 116 миллионов рублей администрация их поправила что она нам дает и как будет происходить отбор участков вот тут сказано что будут отбираться участки на которые эти дополнительные средства сэкономленные будут собственно говоря и брошены такая хорошая это хорошо что это экономия или это плохо да вот знаете как бы размышляя на эту тему да хорошо либо плохо с одной стороны да хорошо почему потому что 100 миллионов рублей на дороге не валяется для города кирова да если мы знаете как бы город администрация смогут отремонтировать еще порядка 10 километров дорожной инфраструктуры города это большой плюс эту же улицу консомольскую может быть подремонтировать наконец-то ну как бы люди просят реакция со стороны администрации должна быть положительная вот как раз и увидим почему потому что в ближайшее время они должны предоставить информацию после подписания опять же скажу контрактов потому что тогда после 10 мая они должны будут предоставить полную информацию какие улицы будут ремонтировать почему потому что в рамках федеральной программы в течение мая надо эту информацию по уже передать в москву федеральное ведомство чтобы они там утвердили дополнительно как бы вот эти денежные средства на какие улицы они пойдут сроки очень ограничены надеемся что эти сроки не затянут и в мае месяце мы уже где-то концу мая дирекция дорожного хозяйства выйдет на торги на достаточную сумму это как бы плюс а минус а минус а вот мы с вами и посмотрим минус потому что нас неоднократно подрядчики уверяли что за те деньги которые делают улицы в городе делать невозможно качественно качественно делать невозможно у нас с вами по одному аукциону падение порядка 20 процентов на 70 миллионов да на 70 вот тогда мы с вами сейчас и увидим а возможно при таком падении делайте улицы качественно либо невозможно либо традиционно со снегом сойдут да либо традиционно будет традиционно вот это большой действительно вопрос и минус конкурсов и аукционов которым давно говорят кстати говоря и сами администрации очень господи участники администрации хотел сказать сами представители администрации и охота сейчас увидеть во-первых кто выиграл этот контракт при таком падении да и насколько он сможет выполнить те работы хотя ранее нам неоднократно гдмс авиат автодор министерство говорили что у нас и так мы так дешево делаем и так по заниженной цене а тут на тебе и по одному акциону падение на порядка 20 процентов что-то мне подсказывает раз гдмс и авиат автодор говорили то они не роняли эту цену на 70 миллионов а кто-то другое это и сделал время имя это мы узнаем после 10 мая давайте мы сейчас к состоянию дорог после зимы перейдем и к контролю за исполнением гарантийных обязательств со стороны рабочей группы которую вы возглавляете хотелось бы об этом поговорить прежде чем об этом заговорим я хочу привести один пример который сейчас прямо я и открою так ну во первых рабочая группа пока я ищу значит свою ссылку во первых рабочая группа она готова вот сейчас в каком состоянии находится по контролю именно за гарантийными обязательствами те дороги которые вот были сделаны в прошлом году и сейчас нужно их находить нарекания есть мы потому что еще в начале марта когда только более-менее все как говорится снег сошел с дорог мы проехали посмотрели по городу в каком состоянии находятся улицы также и общероссийский народный фронт совместно с росавтодором проезжали по некоторым участкам города кирова тоже осмотр проводили есть нарекания по продольной поперечной трещины есть по улицам да есть провалы в некоторых местах да конечно там глубокие ямы либо еще что-то либо не обнаружено кроме вот у улицы герцена и сперек на перекрестках с улицы горького там есть маме ну при стыке образовались уже можно сказать ямки я думаю что данная уже информация в дирекцию дорожного хозяйства поступила также дирекция говорит что они свои акты акты свои составляли уже по всем недочетам которые есть обещают при сухой погоде подрядчики приступят к выполнению ранее те подрядчики выполняли наши дороги в городе кирове они приступят к работе именно к устранению данных нарушений которые уже на данный момент выявлено все подрядчики находятся на месте никто не убежал все все у нас с вами в том году то максимум две организации работала в городе это гдмс который никуда не делается как работа так и работает и еще одна вот они тоже по крайней мере информации что она никуда не делается находится в городе вот я нашла сейчас буквально новость вчерашнего дня на портале первоисточник зла не хватает кировчанин повредил пампер машины влетев яму на егоровской и такие фотографии очень впечатляющие ну я вам хочу сказать так себе как везде здоровые размеровую машину ямы как везде но вырван под крылок помято крыло сорвало бампер с жалобой на ужасное состояние дороги в редакцию обратился некий дмитрий и он говорит что 25 числа вот у него дтп произошло ехал на своем фольксвагене по улице игоровская со скоростью 15 километров в час и тем не менее нырнул в одну яму который ну вот уже не мог разглядеть там балавада от удара землю автомобиля вырвало под крыло погнуло крыло и пампер зацепил он сейчас собирается судиться собственно говоря каковы его шансы я думаю у него шансы практически стопроцентные просто надо уточнять в чем подведомстве находится данный участок дороги вот если это подведомство муниципалитета города кирова то конечно город киров муниципалитет будет отвечать в данной ситуации потому что как отвечать деньгами как суд решит суд решит деньгами значит деньгами будет решать если суд решит по-другому значит по-другому может ремонтировать сами будут все равно у нас все измеряется в денежном эквиваленте вот а как уж суд так суд решает данная ситуация вот и я думаю что на данный момент шквал таких обращений не только один гражданин на улице игоровская свою машину повредил потому что и к нам на электронную почту не иногда сообщения поступают и в соцсетях очень много обращений идет фотографии у граждане в скидывают где там один в яму влетел другой стойку пробил третий колесо повредил также мы с вами недавно наблюдали автомобиль subaru я помню на одном снимке тоже по в районе улице ленина где-то там в районе школы провалился приличном при этом таким же образом повредил бампер это говорит о том что инфраструктура города улиц становится все хуже и хуже особенно смежных улиц я уж не говорю про центральные особенно вот улицы которые у нас там не дворовые но например они там между вот как вот этот автомобиль subaru эта улица считается улица ленина но этот участок дороги не сам не сама улица ленина да а это участок между улицей ленина и верхосунская там находятся два соцобъекта это школа детский садик да и эта улица она практически в год раза три-четыре я пошел сам по ней часто езжу делают ямочный ремонт и вот таких улочек маленьких они даже улицами то не назвать до промежуточными их очень много в городе и вот улица егоровская она наверное такая же а ее просто никто не делает хотя там неоднократно службы ккс ктк копают перекапывают золотают поэтому наверное не делают ну наверное они же знают что там про дырявые трубы так я сейчас дам возможность сделать глоток воды константину сечихину чье особое мнение сегодня мы выслушиваем мне интересует еще ваше мнение по поводу перестановок в администрации города кирова буквально вчера было заявлено что вячеслав симаков утвержден на должность заместителя главы администрации города и он будет руководить первомайским районом а михаил долгополов который с этого посла уходит с руководить с поста руководителя первомайского района его бросают на октябрьский район он его и он его возглавит что это за рокировка такая она вам понятно нет ну и кто кстати останется на благоустройстве вот это вообще не объявлено вот нам больше сейчас вопроса нас волнует а кто же останется на благоустройстве потому что напоминаем что вячеслав симаков возглавлял департамент вячеслав симаков возглавлял вячеслав симаков не могу сказать там хороший нехороший специалист но по крайней мере отзывчивый как говорят специалист да да с какой-то точки зрения мы с ним никогда не сходились во мнениях в рамках благоустройства города но все-таки он чиновники он должен придерживаться мнение администрации мнение города да вот по поводу долгопол он с большущим опытом работы все-таки порядка там 12 говорят лет он возглавляет терр управления первомайское и вот это если это опыт он передаст в октябрский терр управления ну значит октябрский терр управления заживет с другой нотки а вячеслав николаевич поздравляем с повышением будем дальше работать а вот я сейчас пока ничего не поняла я не поняла зачем нужно было долгополу перебрасывать на октябрьский они оставлять его в его родном и изведанным понятном первомайском районе почему симакова наверно октябрьский то не поставили что это такое и почему до сих пор не заявляет кто возглавит благоустройство ну как я как-то два таких важных решения и не говорят кто на благоустройстве как я вижу как я вижу лично да октябрьский район очень большой район а первомайский намного меньше и как бы в октябрьском районе требуется опытные специалисты опытный управленец да в этом лице товарищ долгополов а первомайский район он уже обхоженный он уже от структурированный да и вячеславу николаевичу на данный момент проще начинающему начинающему да заместителю главы ему проще на данный момент начинать уже в работать в том районе в котором так-то и все понятно и уже структура отлажена и работает он не первый год в том направлении да но вопрос а кто же будет сейчас за вячеслав николаевича вот это большой вопрос почему потому что ну по крайней мере как мы называли вячеслав николаевича он у нас человека как губка он воспринимал очень много негатива со стороны граждан со стороны общественности но при этом всегда мог устоя как задержал себя в тонусе держал себя в том как это никогда голос не поднимет никогда не крикнет еще хотя негатива вы сами понимаете очень много в адрес идет и шло на данный момент да кто будет такой же на месте его а это очень необходимо а это очень необходимо потому что понимающий способно держать удар чиновник конечно который еще и работу свою работает конечно конечно а были а были а были значит предположение что придет человек из правительства кто-нибудь типа или шульгина например там да что придет человек из правительства опять же варяг да и займет эту должность и так будет укрепляться администрация города кирова новыми людьми которые туда будут внедряться благодаря новому областному правительству все возможно мы же не можем это или хорошо кстати говоря все зависит от специфика специализации человека насколько он профессионально подойдет к этому подходу ну как к своей работе да насколько он понимает эту работу насколько он понимает вот пришлют нам например господина шульгина но это все еще не пост главы администрации подбираются так окружает этот мы сами время покажет мы с вами увидим как что дальше будет да по крайней мере время вашей работы с администрацией в том числе и города что показывает на меня нет ну по крайней мере с приходом андреевича менькина да вот ддх стало более открыто для нас для общественности для рабочей группы да по крайней мере вот даже то что я рассказал про 12 мая да мы с ним этот вопрос решили за час и без всяких переписок без ничего просто созвонились договорились чтобы не было вот этих слухов домыслов кто будет как будет работать час разговора вопрос решён есть договоренности да на устная договоренность но нам и общественности и письменности не надо нам хватает и устной договоренности если есть договоренность значит они со своей стороны пообещали подрядчиков позвать на данное рабочее совещание правильно вы понимаете что свежая кровь на на ваш взгляд, она необходима. Она обновляет, понимаете, она обновляет структуру работы, она обновляет работу самого ведомства подвезда, где эта новая кровь появляется. И новые взгляды, они всегда необходимы. Это правильно. Не надо бояться варягов, администрации города Кирова и вообще неплохо бы свежей крови влить в эту работу, сказал Константин Сечихин в своем особом мнении. Сейчас прервемся на две минуты и снова в студии. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член регионального штаба ОНФ Константин Сечихин. Вот я уже даже не буду представлять в этой части вас, как человек, который возглавляет группу по контролю с дорожным строительством, потому что больше здесь, наверное, к вашей роли в ОНФ обратимся. Потому что, как представители ОНФ вы бывали в ближайшие выходные на форуме сообщества? Как представитель общественной палаты. А, как? А, всё-таки, да. Ну, хорошо. Общественник. Как представитель общественной палаты. Как общественник. На форуме сообщества. Побывал Константин Сечихин вот буквально недавно. Значит, форум посвящен развитию гражданского общества. Различным совершенно направлениям, вехам и вопросам. И, судя по вашему Фейсбуку, там были какие-то важные очень вещи, которые вы не могли просто не комментировать, постоянно постили. И даже инструменты, которые, такое ощущение, прямо сейчас нужно внедрять у нас здесь, в Кировской области. Во-первых, институт гражданского общества он развивается. Развивается по всем направлениям. По направлениям не только связанных с НКО, но и с бизнесом. Потому что бизнес очень сильно начинает внедряться в институт гражданского общества. Я просто не знал, что, оказывается, у нас во многих крупных организациях идёт такое направление, как добровольцы. Ну, создают добровольцев. Просто-напросто. Для чего? Просто, например, не хочу назвать, конечно, компанией, а ничего, крупные корпорации, они создают группы добровольцев. Таким образом, они внедряют какую-то зависимость между своего персоналом, что они друг другу нужны каким-то образом. Таким образом, они сохраняют порядка 30% кадров для организации. А для организации, для крупной организации самое основное – это кадры. Новая корпоративная культура внедряется. Новая корпоративная культура. То есть социальная роль, в общем-то, возвращается понимание о важной социальной роли предприятия или каждого человека, который работает на них. Конечно, конечно. Вот эти все институты добровольческие, когда они там вместе выезжают куда-то, в детские дома выезжают. То есть не просто на шашлыки и пиво попечь. А для того, чтобы достичь какого-то существенного, влияющего на социум результат. На социум результат. Таким образом, человек, он не только внедряется в коллектив, в рабочий коллектив со стороны, как специалист данного профиля, но и с другой стороны, он становится кому-то… Ему кажется, что он нужен. Нужен этому коллективу, и без него коллектив никак. И к этому уже корпорации пришли. Большие, крупные организации. И такие организации и в Кировской области есть, оказывается, у которых есть такие же коллективы уже. Но это федеральные сети. Это не местная организация. Это один из посылов, который был на форуме сообщества, что в бизнес-сообществе сейчас идет переоценка смыслов, переоценка приоритетов. Даже очень много бизнес-сообщества сейчас переоценивает. Не только в рамках, как говорится, я вам, я постоянно у вас все беру, а вам ничего не даю. Очень много структур бизнес-сообщества Республики Татарстан выступало, которые рассказывали, как они сейчас на данный момент часть своей прибыли отдают на благотворительность. Отдают на благотворительность общественным организациям. Создают какие-то свои при организациях общественные фонды, как фонд «Притатнефти», там фонд целый есть у них создан. Когда они спонсируют благотворительные организации, выдают гранты и неоднократно помогают, и каждый год помогают. Вижу, вижу, тренд меняется. Он не только тренд, когда мы с вами начинали там, или начинается сейчас, когда НКО приходит и просит, просит, просит. Сейчас делают так, что НКО пытаются им рассказать, как не просить, а как, можно сказать, зарабатывать. Почему? Потому что не весь бизнес готов, крупный бизнес готов давать деньги на благотворительность. Но просто попросить — это неправильно. Надо предложить. Надо стать партнером. И вот как раз этот форум, который проходил в Казани, форум сообщества, он был нацелен как НКО сдать партнера между СМИ, бизнесом и властью. Именно форум был для НКО, потому что форум, он бывает разный, он бывает по общественному контролю. А этот форум, он именно направлен был, именно как стать партнером для некоммерческой организации. Да, я вот тоже хотела побывать на этом форуме, но у нас просто в это же время был наш родийный фестиваль в Москве, тоже очень важное мероприятие. Хотя, вот позвольте, я программу процитирую, сообщество, в первый день, да. Первый день для представителей органов государственной власти и бизнеса была организована специальная секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с НКО. То есть, чтобы слушатели просто поняли, не НКО учили, как ходить, просить и прочее, хотя им показывали инструментарий, а обратили внимание серьезное на власти и бизнеса, как им сотрудничать с НКО, социальными инициативами и активными гражданами. Образовательные блоки для НКО уже предполагали обучение социальному проектированию. То есть, с двух сторон шла вот эта вот история. Вот из этого вытекает мой вопрос. А были ли на этом форуме представители нашей государственной власти, правительства Кировской области, может быть, Кировской администрации и бизнеса? Ну, лично я никого не увидел. Из тех людей, которых я знаю, как говорится, в глаза, знаю лично, из тех замминистров, министров, да, я там никого не увидел. Может быть, кто-то из специалистов направлялся со стороны области, может, я его лично не знаю, потому что людей было очень много, но вот как есть, так и есть. А из общественной палаты Кировской области? Из общественной палаты Кировской области был я только один. Один представитель от всей Кировской области, Константин Сергеевич. Ну, и то по своему личному желанию туда поехал. Почему? Потому что это интересно, это развитие Института гражданского общества, да, и учиться у соседних областей, у тех областей, у которых институт более развитый, а такой в Казани он наиболее развитый, Институт гражданского общества, развитие работы с НКО и работы НКО как в целом в регионе, да, вот это надо учиться, это надо прибрать и привозить сюда, где у нас этого нет. Вот, и в одном, значит, человек, который может прибрать и привезти сюда, в одном лице у нас появился Константин Сичихин, вы с этим опытом сейчас нагруженным что делать будете? Ну, по крайней мере, вот мне там понравилось два очень простых проекта, два очень простых проекта, это один из проектов, называется Агромания. Мы, конечно, в области этим тоже, ну, не то, что мы, занимались, а в библиотеке занимаются, ну, вкратце проект заключается в том, что сельским библиотекам нужны книги. Как собирать эти книги? Где-нибудь в учебных заведениях, где-нибудь в библиотеках, в крупных библиотеках, где-нибудь в магазинах ставится полка, где-нибудь в каком-нибудь мероприятии ставится полка, где люди могут прийти, положить книгу, и эта книга в дальнейшем пойдет в ту библиотеку, которая нуждается, которая есть в реестре данного проекта, да, и этот проект, он не нацелен, да, у нас также книги собирают, и в библиотеке Герценко собирают, но собирают, когда одна библиотека обращается, когда ты кому-то позвонила, пожалуйста, дайте там столько... И это не носит массовое такое... А этот проект, он массовый, он не требует больших финансовых затрат, он не требует такого большого колоссального времени, чтобы там бегать по городу, собирать книги. Обычно элементарный легкий проект, да, потому что на каждом форуме сообщества, вот в Ярославле был форум сообщества, собрали порядка там тысячи с чем-то книг для библиотек, был еще, не помню в каком городе сообщество, там тысячи пятьсот, говорят, книг собрали, сколько в Казани, конечно, я не знаю, собрали в книг. Тоже собирали в дни форума. Да, в дни форума собирали книги, книг несли очень много. Если в первый день их не было, в первый момент не так много, кто-то приходил просто в магазин книжный из активных граждан, покупал и приносил эту книгу. Но здесь нужно подчеркнуть, почему это важно все-таки, это не просто игра, потому что поступления в библиотечные фонды... Конечно. Ничтожны. Ничтожны из-за этого, и особенно в сельские школы, в библиотеке. А цены на книги в магазинах заоблачные. Заоблачные. Если каждый гражданин готов прочитать книгу и подарить ее библиотеке, это всегда большой плюс. Это всегда... Ну, это просто один из проектов, который... А второй проект, который понравился? Ну, там есть проект еще такой, крышечки называется, просто сбор крышечек, пластиковых крышечек от бутылок, как бы в подробности не буду рассказывать. По-моему, у нас тоже что-то подобное. Да, у нас, понимаете, они проекты, они чем-то сочетаются всегда, да, но просто есть проекты, которые работают в рамках федерального уровня, да, есть проекты местные, да. Их проектов очень много, очень. И многие проекты, которые готовы бесплатно внедрять в Кировскую область, главное, чтобы были желающие в этом плане. Плюс даже сама работа структуры НКО местного, местное НКО, выстраивается в другом русле. Там обучали НКО, как делать правильно презентации, как делать правильно пресс-релизы для СМИ, потому что НКО очень много жаловались, почему нас СМИ не слышат, почему мы делаем пресс-релиз, нам максимум там какой-нибудь захудалый сайт где-то выложил, а то, может быть, и не выложил. Почему такая проблема? И там как раз это обучали. И почему с Кировской области там практически никого не было, хотя это не Москва наехать, это не Ярославль, не все следующие форум-сообщества будут в Ростове. Далековато. Далековато. Здесь 400 километров. На машину сел и поехал. Да, приехал, 5 часов, грубо говоря, ты там. Но при этом ты оттуда увозишь багаж знаний, багаж опыта и багаж знакомых. У меня последний вопрос. Основной посыл был, возьмите с собой визитки. Это самое важное. Да, это самое важное. Почему? Потому что обмен общением, обмен опытом, обмен знакомства с людьми, это самое важное. Полминуты у нас остается, и мне тут важно все-таки отметить. Вот развитие этого гражданского самого общества пресловутого, это все-таки чья роль? Сама общество или власть должна активно работать над этим тоже? Это должно быть желание власти первое и очередное. Почему? Потому что без гражданского общества, сейчас вы сами видите посылы со стороны федерации, со стороны правительства, со стороны президента сейчас посыл идет, что с гражданским обществом надо работать, с гражданами надо работать, надо больше их привлекать к активным действиям, собирать там, ремонтировать дворы, собирать какие-то советы, собирать группу активных граждан. Таким образом будет проще доносить ту информацию, которая требуется. Даже вот сейчас взять последнее благоустройство дворов, которое будет у нас. Мы как Общероссийский народный фронт за этим, конечно, контролируем, смотрим, ходим по дворам, ходим по собраниям и видим, что активность граждан есть. Потому что я был на одном дворе, где пять лет не было собрания, но ради этого люди собрались, вышли и обсудили, и взяли, ну, составили протокол. А раньше с ними никто не работал. Вот пока им не пришли, как бы там где-то что-то, но они хотят, они готовы собираться. И потом, когда я уходил из от двора, они еще долго, там, наверное, полчаса стояли, обсуждали. А власть? Власть? Власть должна быть заинтересована вот в таком активном гражданине. Почему? Потому что чем более он будет активный гражданин, тем быстрее они дворы даже сами будут прибирать. Отлично. Власть должна быть заинтересована в активных гражданах, потому что чем более активнее они будут, тем быстрее дворы превратятся в сады. Это было особое мнение Константина Сичихина. Мы встретимся, мы уже обозначили две темы. Это контроль ОНАЭФ за благоустройством, за тем, как будет реализовываться этот проект. Ну и после 10 числа мы все-таки озвучим название тех компаний, которые выиграли контракты по ремонту дорог в городе Кирове и области. Сейчас прощаемся. У микрофона была Светлана Занько. Всем до свидания. Светлана Занько